Наверное, очень многие из вас знают, что я люблю вампиров. И очень мало книг и фильмов про вампиров, которые я не видела. В школе Монстер Хай представили нового вампира, но это не обыкновенный вампир. Дочь белой летучей мышки вампира по имени Бетси Клара. Имя расшифровывается очень просто. Бет, как летучая мышка, и Клара с испанского, светлый, светло-желтый, белый. Прежде чем перейдем к самой куколке, расскажу вам немножечко про этих летучих мышек. Эктофила Альба, бесхвостые белые летучие мышки с очень маленьким размером, 37-47 мм, примерно как грецкий орех. У них маленькие ушки, короткая мордочка и необыкновенный носик. Тельце покрыто мягкой белоснежной шерстью. Нос и конечности желтоватого цвета, а перепонки на них темнее. Название этого вида происходит от греческого словосочетания «эктос», «внешность» и «филон», «лист». И определяет этих животных к семейству листоносных летучих мышек. У них на конце мордочки расположен такой своеобразный носовой листок. Вертикально расположенный, своеобразный такой нарост. Особенность этого вида заключается в том, что через нос они пропускают своеобразные ультразвуковые волны. В принципе, так они и общаются. А слово «альба» с латинского означает «белый». Думаю, узнав об этих мышках немножечко побольше, образ куколки нам станет более ясен. Приехала к нам Бетти из Коста-Шрики. Да, это Коста-Рика. Дебют этой куколки в мультфильме произошел в серии «Большое путешествие», часть первая и вторая. Ну, так переводят эту серию. Возраст данной красотки 17 лет. Что касается ее убийственного стиля, она черпает идеи из своих любимых джунглей. Например, пальмовые листья и цвет орхидеи. Хорошее сочетание. Данный образ помогает ей одновременно и смешиваться с джунглями, и выделяться среди монстров. Причудливый недостаток, но я бы в принципе не назвала, что это причудливый недостаток. Это очень даже достойное качество каждого из нас, если оно и есть такое. Ее бесят монстры, которые считают, что лучше они постоят в сторонке, в то время как обижают наш мир, окружающую нашу среду, уничтожают ее. Она считает, в принципе, как и я, что мы не должны оставаться в сторонке, когда мир, в котором мы живем, единственный мир, в котором мы живем, нуждается в нашей заботе. Питомец у нее и в мыслях не было. Она всех любит. Хотя, вы знаете, мне кажется, было бы очень удачно подобрать ей какого-то интересного питомца. Растения, животное, что-нибудь из джунглей. Мотел обленился. Любимое занятие? Конечно же, это показывать монстрам джунгли, которые никогда их раньше не видели и очень пугаются, когда видят их впервые. Ее это забавляет. Больная мозоль – это когда монстры или люди хотят забрать что-то из флоры и фауны себе домой. Но ведь лучшая среда обитания для них – это родной дом, джунгли. Любимый предмет, конечно же, география. Она любит узнавать мир поближе, в котором мы живем, и узнавать новые места, в которых она еще не была. Нелюбимое – драматическое искусство. Драма. Она считает, что у нее нет таланта к данному предмету, и он ей попросту не нравится. Любимый цвет? Листи на зеленый и белый. Любимая еда? Кровавые. Она же вампир. Апельсины, потому что она особенный вампиреныш. Лучшие друзья, как вы думаете? Венера и Джейн. Давайте посмотрим, в какую коробочку она у нас залетела. Эта девочка расположилась в стандартной для нас уже коробочке, выполнена в черно-темно-синих тонах. Передняя часть витринная выполнена из пластика, изнутри приклеены герб и название франшизы Монстр Хай. Ниже в правом углу название и происхождение персонажа, рядом логотип этой серии, силуэт школы Монстр Хай и надпись «Brand Boo Student». Выше арт самой Бетси с призрачной орхидеей, за которой она в принципе и поехала в школу Монстр Хай, если вы уже смотрели мультик. Над артом размещены рисунки в стиле самой Бетси, это летучая мышка и эхо-локации. Внутри коробочка выполнена как холл ее старой школы, шкафчики и растения, которые тянутся из трубочек. На корешке имя и мордашка из арта «Betsy», ниже надпись «Монстр Хай». С обратной стороны также ее мордашка в увеличенной форме, под артом выдержки из анкеты и под выдержками изображения двух кукол, которые идут в этой серии. Керсти и Иси. Герб и девиз. Ну что же, осталось ее выпустить. Керсти и Иси. Ну что же, очень необыкновенный вампиреныш, как по мне. Давайте перейдем к самой куколке и рассмотрим ее поближе. Бетси выполнена в бледно-розовом тоне с розовыми блестками на теле, светлее она Дракулауры. У девушки маленький курносенький носик, большие фиолетовые глаза. Реснички присутствуют лишь на верхнем веке, причем две из них расположены ближе к носику. Бетси накрасила свои глазки тремя темнями. Нежно-розовые с перламутровым, салатовые и кислотно-желтые. На нижнем веке нанесены белые точечки. Такие же точечки и белые полосочки имеются на лбу и переносице. Также на лбу изображена красивая летучая мышка. Обремлена желтой рамочкой. На каждой из щечек имеются по две желтые полоски. Бровки у Бетси ярко-зеленые и широкие. Губы окрашены в два цвета. Верхняя ярко-зеленая, а нижняя ярко-желтая. На нижней имеются белые клычки, но они очень незаметны. Вначале из коробки со своим ужасным зрением я не могла их даже рассмотреть. Ушки у девушки большие, заостренные, как у летучей мышки. И в каждой по белой сережке, с которой спускается летучая мышка. Волосы Бетси выполнены в бело-салатовой цветовой гамме. Прошивка у нее неплохая, как по мне. Челка отсутствует, а часть волос убрана назад в небольшой хвостик. Волосы достигают талии и имеют волну. На голове одет зеленый ободок из сплетенных травинок и белой летучей мышки по центру. В принципе, ее можно отсоединить от ободка. Эта куколка отличается шикарно нежно-розовыми крылышками с блесточками. Крылья имеют красивые узоры. Держатся они прямо на спинке, как у Рошель. Каждая крылышко отсоединяется отдельно. Ручки и ножки девушки обыкновенные. А вот одежда мне очень понравилась. Поначалу думали, что на ней одета отдельно кофточка и отдельно шортики. Но это миленький комбинезончик. Верх комбинезона салатого цвета с принтом переплетенных пластов травы. Вверху имеется оборочка, прошита черной нитью. На поясе пришита белая летучая мышь из лакированного материала под кожу. От нее свисают три ленточки из сжатой сетки сиреневого, желтого и черного цветов. Низ комбинезона, то есть шорты, выполнены разными цветами и украшены принтом в виде джунгли. Различные цветовые узоры и рисунки. Комбинезон расстегивается сзади на липучку. А будто девушка в салатовой сапожке в виде переплетенной травы. Платформа также имеет имитацию торчащей, а точнее будет сказано растущей травы. Снизу платформа выглядит очень необычно и интересно. К куколке прилагается ярко-зеленая сумочка с белой ручкой ромбовидной формы. Сама сумка напоминает гробик и по центру имеется тиснение летучей мышки. Также к девушке прилагается черная расческа и черная подставка. Ну и конечно же дневничок. Сейчас я вам немножечко расскажу, о чем же здесь написано. Предупреждение на дневничке гласит. Меня раздражают монстры, которые читают мой дневник. Мы ей не скажем, что мы его читали. Да в принципе мы и не монстры. Вы можете обратить, какой интересный и правильный у нее почерк. В первой записи в дневничке рассказывается о том, как Бетси проводит экскурсию для группы туристов. Ее раздражают некоторые монстры, которые вечно жалуются то на жару, то на насекомых, то на змей. Но отец ей все время твердит о терпении и выгоде от туристов. Однажды наша Бетси проводила пятидневную экскурсию по джунглям. Как вы думаете, кому? Да, всем учителям школы Монстр Хай. Там она и познакомилась с директрисой Благвуд. Она ей очень понравилась, они очень много разговаривались. И директриса предложила ей программу по обмену учениками. Она написала заявку и совсем забыла об этом. И однажды ее вызвала директриса ее школы. И сказала, что ее заявку одобрили. Но Бетси сразу не дала свой ответ. В один значущий день для Бетси ее края посетила группа пенсионеров из клуба любителей орхидей. Она проводила для них экскурсию. Экскурсия не была длинной, но очень увлекательной. Потому что именно в этой экскурсии не она отвечала на вопросы, а задавала их. Поскольку они ей очень понравились, она решила показать им особенное место в джунглях. Как вы думаете, что это было? Да, это был ее родной дом. Самый красивый уголок в джунглях. Ее мама была очень рада гостям и приготовила для них угощение. Тут она разговаривала с одним оборотнем. Разговор зашел про ее поездку в школу Монстер Хай. Он, конечно же, понимал, глядя на всю эту красоту вокруг, почему она не хочет покидать свой дом. Но он сказал ей, что однажды она может пожалеть о том, чего не сделала в своей жизни. И плюс к тому же он очень лестно озывался о школе Монстер Хай. После этого разговора Бетси решила написать письмо директрисе Благут, что она едет. Бетси девушка непростая и с нелегким характером. Перед тем, как поехать в школу Монстер Хай, она решила порвать со своим парнем. Она считает, что отношения на расстоянии не для нее. Но когда она увидела его у школьных шкафчиков, она немела и не смогла вымолвить ни слова. И тут, в принципе, пара договорилась все-таки попробовать эти отношения. А вдруг у них что-то получится? Интересно бы посмотреть на этого парня. Самое любимое время Бетси это перед рассветом. Когда ночные существа и растения засыпают, а дневные еще не успевают проснуться. И наступает настоящая тишина. Она так любит это время. Интересно, в городах есть такое время? Наступает ли там такая тишина? Вы не представляете, случилась настоящая трагедия. Кто-то украл из джунглей призрачную орхидею. Бетси однозначно должна туда поехать. Вот такие интересные записи из дневника Бетси я прочла. И мне эта девушка стала еще ближе. Она мне очень нравится. Она необыкновенная. Возможно, она не такая фотогеничная, как другие куколки Монстер Хай. Но она одна из моих фавориток. Ну, а если вам она все-таки не понравилась, не пришлась по вкусу, вы не любите совершенно вампиров, смело проходите мимо, выбирайте желаемую куколку, чего мы вам и желаем. Удачи, хорошего настроения, почаще улыбаться. И до скорого! Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok